Как я отношусь к научной деятельности? Ну, научная деятельность это такая же игра, как игра в тетрис, как игра, не знаю, в куличики. То есть, что такое наука? Это то, что создает наш мозг. Вот вы играете к ребенку в куличиках, создаете свой мир. Хоп-хоп, получилось у вас реконструктор или какие-то там... Нет, в основном то, что вы делаете сами, то, что вы придумываете, что приходит вам в голову спонтанно. Вам кажется, что это вам пришло в голову. На самом деле это делает мозг. Он это делает без вашей воли. Он просто доказывает статус вашего существования. Он доказывает границы вашей личности. Он делает это через все. Через инстинкт выживания, через инстинкт вот этого доминирования, которое сопровождается желанием демонстрировать себя, показывать, выпячивать, распускать павлиний хвост. Наука это то же самое. Попытка, по большей части, это компенсация каких-то недостатков сексуальных у людей или сексуальной реализации, невозможности особи доминировать над более сильной. Таким образом человек концентрируется на какой-то деятельности, в которой он может вот этот павлиний хвост свой распустить. И наука это как раз таки поле деятельности тех людей, кто не реализован вот в этом принципе доминанта, те, кто не хотят быть, поскольку мозг наш все время работает на то, чтобы вы доминировали, чтобы вы стремились быть вожаком стаи, чтобы вы были главным, первым, лучшим. Если физические данные вам не позволяют этого сделать, например, если вы животное, то вы так и остаетесь как бы членом стаи, присмыкающимся или изгоем, или вообще непонятно кем, просто едой, дополнительным ресурсом для основных вожаков и сильных доминантов. У человека все более изысканно он может при помощи своего мозга найти другие способы доминирования. Поэтому наука является одним из этих способов. Ты концентрируешь свои ресурсы, силы вот эти сексуальные на другой деятельности, на создании другого элемента демонстрации. Самец, грубый самец, животное демонстрирует себя так. А слабый самец при помощи мозга, то есть использует этот импульс мозга. То есть у животного тоже есть мозг, он тоже как бы работает как механизм, он тоже постоянно пытается доказать свою доминантность. А человеческий мозг нашел вот такой способ. Поэтому наука – это тоже возможность людей доминировать, то есть продемонстрировать себя, продемонстрировать свои знания, показать. И эти знания, они изобретаются. Это симуляция, их на самом деле не существует. Это иллюзорные знания. Они не… Это просто название каких-то молекул, там атомы. Этого все не существует. Это все умозрительно, этого нет. Это создает наш мозг. Даже когда мы смотрим в микроскоп, эти картинки создают мозг, потому что появилось некое предположение, идея, ставшее убеждением. И это убеждение мозг начинает доказывать. Сначала в виде слов, предположений, а потом и визуальных образов. Поэтому вот этого мира не существует. Все, из чего он состоит – газ, водород и так далее, всякий вот кислород, молекулы, атомы. Этого нет. Это все создает мозг. Этого не существует. И наука – это лишь… Ну, ученые об этом просто не знают. Им кажется, что они действительно что-то находят, изобретают. А всего лишь их мозг заставляет их доминировать над другими особями при помощи концентрации и поиска каких-то сенсационных, ошеломительных вещей, которыми они могут удивить и тем самым продоминировать, показать свое превосходство над более сильными особями. Так и происходит. Поэтому более хитрые, умные, они не знают, что они как бы выдумщики. Мы вообще не знаем, что мы дети. Мы дети до… Как были детьми, так и остались. Дети – это выдумщики. Мы так выдумщиками остались. Просто забыли про то, что мы выдумщики. Но дети, на самом деле, когда были маленькими, верили в то, что они выдумывают. Они верили в свой мир. Мы также продолжаем верить в свой мир. Мы настолько заигрываемся сейчас, что перестаем отдавать отчет, что это все это выдумка, что все это игра. Мы серьезно уверены в том, что это реально, что это правда. Что касается и вируса тоже. Все это игра нашего ума. Этого ничего не существует. Все это мы доказываем своим мозгом, чтобы постоянно находиться в коммуникации, выдавать свои мнения, быть более ярким в беседе, демонстрировать кому-то свои знания, постоянно доказывать свою личность, доминантность и так далее. Что, собственно, и я сейчас делаю. Понимая этот принцип, я вот вам вот так раскладываю, что тоже является выдумкой большой. Оно как и то, так и то, что говорю я. Это тоже огромная все выдумка. Я вот большой, я вот такой ребенок-выдумщик. И так и существует наша реальность. Это наша реальность, это выдумка. Это большая фантазия. Которая все фантазия. Любые открытия, любые доктрины, любые знания, истины. Это все фантазии. Поэтому ученые все фантазируют. А поскольку наш мозг, он един, это наша сеть огромная, как доказывает нам, ну не доказывает, как нам намекает на цели, например, что это огромная сеть, связанная между собой, то у нас нет обособленности, у нас нет обособленных мыслей. Все наши мысли одинаковые. Поэтому, когда, например, вы умираете, вы не умираете. Потому что вы так и остаетесь вот этим одним организмом. Просто, ну как бы, другим, ну грубо говоря, другим человеком становитесь. Который там, не знаю, вам ближе всех. Оно все остается, да, как бы, неизменная. Все в этом мире. Как бы смерти нет. Это некая иллюзия, которую вы точно так же пройдете или уже проходите. Вы ее создаете прямо сейчас. Нет временного пространства. Его не существует. Все происходит прямо здесь и сейчас. Все доказательства и события прошлого, они сейчас возникают. И они меняются в зависимости от ваших убеждений. Например, верите вы в то, что Путин вор и убийца. Вам в реальности это будет доказывать всегда. Доказывать ваше убеждение до тех пор, пока вы полностью не убедитесь в этом. И она потом начинает это опровергать. Разрушая ваши убеждения, заставая вас врасплох, играя с вами, как с маленьким котенком или как с мячиком. Бросая вас туда-сюда. И когда вы начинаете, как этот мячик, осознавать себе, что вас просто бросают в разные стороны, вы начинаете испытывать дискомфорт и жаловаться. Что мы как у нас, у нас у меня как мячик, бросают туда-сюда, блин, что такое. Вы сами себе это позволяете делать. Или наоборот. Принимаете, что Путин там, наставчик, молодец, из него все бы развалилось. Вы начинаете эти убеждения набирать, 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 и потом вам предлагается все это все это опровергается. С очень яркими, убедительными доказательствами, с яркими людьми, которые появляются и делают фантастические блоги, видеофильмы, типа вот Навального там и так далее. все существует. Разные личности, все существует. Это игра. Все, что вы хотите, ваш мозг доказывает. Он как бы вам предлагает и говорит, вот это существует. Какими качествами должен обладать человек? Такими, которыми ты обладаешь. Всеми этими качествами ты обладаешь. Это нормально, это твои качества, которые ведут тебя по твоему пути. это твой путь. Все, всему свое время и все к тебе придет обязательно. Никаких качеств специальных ты им не должен. Если правильнее ответить на этот вопрос, какими качествами должен обладать человек, никакими. Никакими. Все качества должны отвалить. Я не понимаю, что значит, буду ли я прививаться. Если вы сейчас спросите, буду ли я что-то там еще делать какую-нибудь какую-то. Я понятия не имею, что какое-то, о чем вы говорите, прививаться. Ну и сами-то. Как это не является... Если бы меня спросили, буду ли я там использовать в своем альбоме гитары, я бы вам ответил. Но по поводу прививок я понятия не имею, что это. И зачем мне этим интересоваться? Я не знаю, что такое антивирус, там, вакцина. Это не моя, не мой не мой род деятельности. Я не занимаюсь этим. Я не врач и не собираюсь с ними иметь никаких дел, кроме зубных врачей, пока что. Нам даже плечо сухожилия оторвались, у меня рука висела, как плечи. И то, так по инерции обратился к врачам, потом как бы нахуй их послал, ничего не делал. Так и ничего не делал, что организм сам находит способы лечения. Зачем мне как бы вакцина? Зачем мне лезть на рожон туда, куда я не знаю? То есть там кто-то крикнул, я побегу, что-то там колодцы. Вы что? Смотрите, я сейчас в зале, кто меня не пустит в зал? То, что будет, этого не существует. Существует только сейчас. Зал он прям здесь сейчас. что вы все, все, что вы говорите о том, что будет, это ваши страхи. Вы как какие-то суслики сидите и что-то себе придумываете, дрожите. Хорошо, и тогда, если не знаете, я вам расскажу чуть. Прививка поможет не заболеть коронавирусом, если вкратце. Ну и где ты только какую-то хуйню услышал? Где-то кто-то тебе сказал, а ты как бы повторил. Вот и все. Ты же ученый, что ты исследовал эти вещи. К тому же, я уже сказал, что это мои ученые, что такое исследование. Это доказательство убеждений, которые твой мозг постоянно тебе демонстрирует, и ты потом разочаровываешься. Я уже об этом сказал, что я тоже демонстрирую, но это не убеждение, а размышление. Я размышляю прямо сейчас. Все эти мысли рождаются вот прямо сейчас. Поэтому идите нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok